Мультфильм Как так? Не думал, вообще не ожидал, что сначала по иркутскому выиграли его, потом еще отправили его там выиграл, всем рассказывать начал. Все говорят, ну что, молодец. Но больше всех победе обрадовались две бабушки юного таланта, Светлана Алексеевна и Светлана Анатольевна. Так сложилось, что мальчика воспитывают они. Одна из бабушек и взяла трубку, когда позвонили из Москвы, приглашали на студию «Союзмультфильм», где 2 ноября пройдет церемония награждения лауреатов. Первым делом, конечно, я подумала о том, что, наверное, не получится. Потому что только то, что какие деньги мы, я ребенок на опеке, то есть какие деньги нам выделяют, это просто у нас выходит на питание, на одежду, а то таких вот денег, чтобы в Москву слетать. Выхода у нас просто нет, у нас просто нет финансов. Вот правда, я инвалид второй группы, инвалид третьей группы, двое детей на попечительстве и третья девочка инвалид второй группы. Вот, понимаете, вот как бы вот такая у нас ситуация. И ребенка оставить без того, что он заслужил, это было бы неправильно. Бабушки говорят, за все 12 лет, которые они растят, Данила, одни, без поддержки, никогда и ни у кого не просили помощи. Но ради исполнения мечты мальчика решили переступить через гордость. В надежде собрать деньги на поездку разместили объявление в ангарской газете. За три недели ни одного звонка. Опустились руки. По обочине, вот сюжет, бредет ворон. У него крылышки опущены, он как старичок ползет по обочине. Я заплакала. Я думаю, господи, ну это какой-то знак. Я останавливаю мужа, говорю, давай заберем эту птицу. Эта птица теперь у нас живет. Понимаете, вот какой знак у меня был. И в тот же день помощь пришла от птицы по имени Аист. Оплатить мальчику поездку в Москву помогла наша телекомпания. Вместе с Даниилом полетит одна из бабушек. Та, что, как и внук, никогда не была в столице. Единственный член семьи, который видел первопрестольную своими глазами. Прабабушка Ольга Ивановна, ветеран Великой Отечественной. От нее на путствие внуку. Молодец. Дальше так продолжай. Учись и будешь человеком. Мы тебе будем только вспоминать, а чубчик подчапарить. Совсем другое дело. Москва слезам не верит. Билеты куплены, вещи собраны. По телевизору чужое творчество. В глазах мечта. Столица признает, жизнь изменится к лучшему. На голубых экранах вот так же будут идти его, Даниилову мультфильмы. Счастливого полета. Высокого. Галина Тюрнева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.